сара сарочка вячеслав я понимаю мы не америка но очень хочется вас увидеть в казани с мастер классом ми дорами но я приеду давайте соберем группу да и чушь сделаем мастер-класс надо разработать маршрут вы напишите мне на вот сап и подумаем об этом лорен вы ухты вот это да это портрете который бато написал акварелью мой портрет мое восхищение как неуловимо тонко схвачена слава как вам вы нормально мы мне понравилось очень мне сильно нравится импонировать живопись бато и каждое произведение которое он создает это искусство татьяна f низкий поклон вам за творчество спасибо беседа живопись спасибо татьяна не могли бы вы сказать несколько слов по поводу изображения надписей на картинах но в картинах имеется ввиду до название магазинов вокзалов реклама довольно часто встречается в городе городской среде а передать шрифт очень затруднительно да и не очень-то надо мне кажется у меня есть работа называется мулен руш я писал этюды стоял напротив и потом уже в мастерской сделал эту работу так вот как написать название место узнаваемая мельница но все-таки вот как-то огородами скрадом неявно прочитать чтобы можно было но почти с трудом большим как бы так завуалировано это как в мультфильмах знаете вот озвучивает мультики например и там ничего не поймешь но понятная интонация то есть так и здесь как стафаж в картине тоже писать неявно как часть пейзажа так и здесь текст как часть пейзажа вот цвет уловили шрифт какой-то там игра игра цветовых пятен чтобы было но если конечно не стоит задача написать то есть на огуречное то булочное если же вы пишете пейзаж что в нем лучше я использую вот такой прием узнаваемо но не явно ши 78 79 неужели в живописи нет ничего объективного конечно нет не прошла конкурсный отбор на выставку поздравляю вас как понять что ты хоть что-то понимаешь в живописи особенно современном искусстве смотрю что продается но не могу постичь эту мудрость не по балансу пятен не по ощущениям цвета не по сюжету я вижу там просто каляки мне кажется что я чувствую живописное но после этого всего я в недоумении может я дурачок ну почему же дурачок может не вы дурачок другие а зачем вам почему я сказал поздравляю вас когда вы не прошли конкурсный отбор а зачем вам нужно среди этих людей вешать свою работу ну с этих среди каляк маляк зачем быть в этой среде может быть вам просто поискать ну начальство вам дает прямо убедительный знак что парень ты не туда пришел по коридору налево первая дверь у тебя друг другая живописи другая аудитория просто не формат поищите другую галерею другой вот этот конкурсный отбор другую выставку другие соседства когда мне звонят там и предлагают участие выставку выставках каких-то я спрашиваю кто рядом будет назовите фамилии и принимаю потом решение вот вообще вот мне удобно хорошо с ними будет рядышком висеть или не очень а вы как друзья коллеги что скажете ши мое мнение очень важно в какой компании ты находишься рядом с кем а то повесят вас с этими каляками вы же сами потом будете чувствовать себя неудобно вот представляете открытие они там воркуют все такие вот румяные ребята а вы как белая ворона вас просто другая живость другие разговоры другое поднимание ищите другую компанию друзья напомню что у нас акция в онлайн-школе живописи грандиозус 60 процентов на все уроки кроме курсов заходите пользуйтесь этой возможностью уроки разбиты очень удобно по группам и вам легко будет выбрать то что вам нужно черная пятница черная одежда видимо юрий каплан извините если не так прочел поделитесь пожалуйста своими методами подбора сюжета для работы например в пейзаже что для вас важно увидеть в натуре чтобы это зацепило ваш взгляд у должно зацепить так и не скажешь что потому что всегда разные мотивы разные впечатления разные задачи мотив диктует но поскольку для меня важно я думаю для вас писать пространство поэтому должна некая быть плановость то есть что-то на переднем плане как вход в картину что-то посредине как главное как центр композиции которые я могу использовать и что-то за ним может быть еще там за ним то есть некое пространство и тогда я выделяю что-то главное в этом пространстве и все остальное подчиняю ему для того чтобы выбирать было легко выбирать такие сюжеты я предлагаю больше фотографировать может быть даже профессиональным фотоаппаратом ну так чтобы зум зумировать то есть кадр расширялся уменьшался и вы тогда выхватываете ну вот видоискателем да какой будет сюжет как он будет в этом кадре как построить кадр что будет опять же главное что второстепенное что выделить на чем фокус сфокусироваться вы же можете сделать фокус не автофокусом снимать а вот ручным вы фокусируетесь на ну сейчас современные фотоаппараты пациент по центральной точке например фокусируетесь а потом уже кадре руете можно конечно и телефоном но важно чтобы был зум и вы тогда делаете там много снимков и сами почувствуете что что в каждом мотиве вас цепляет так вы не нажмете на спусковой крючок если не зацепило правильно но опять же вот мы станем я не знаю 20 человек и будем снимать в одной точке и у одного будут профессиональные фотографии у другого нет это зависит от того как раз вот этот вопрос об этом что человек выделяет как он строит композицию кадра и у меня урок есть по композиции вы обратите на него внимание посмотрите там кстати много очень примеров компоновки и это может очень сильно помочь 13 урок о композиции в живописи в пейзаже как мыслить творчески как из любого мотива мы смотрим кругом извлекать особенное будоражащие душу на многочисленных примерах моих работ я показываю разные мотивы из которых извлечена эссенция моего впечатления моих ощущений это очень важный урок для тех кто хочет научиться мыслить творчески замечать в простом величественность нашей природы и самое главное преобразовывать ее используя законы композиции и нарушая их 13 урок композиция в пейзаже юзер qq хочу рисовать но маленький ребенок не даст разбавители лайки краски запахом а так хочется но если хочется значит надо без лака без без запаха писать какими-то материалами есть конце концов водные краски масляные есть темпер акварели и так далее гуаши акрил ну если хочется зачем же таланты есть ведь посыл хочу это говорит душа зовет она хочет развиваться в этом направлении и душить то ее нельзя ну эту посылу так что любым способом опять вспомните того же репина врачи его карандашики у него отобрали сказали нельзя вам илья ефимович по здоровью не положено так он окурком рисовал хочется рисовать художник в окурок нашел как чина реки рисовал им то есть у вас я так понимаю все в порядке с чина реками ну то есть краски любые сейчас доступные которые в том числе без запаха не душить нельзя талант надо просто я за то чтобы писать конце концов живопись как я понимаю это инструмент для развития нашей души user ft не нравится соединение техники кисти и мастихина техника должна быть либо одна либо другая вот так вот да то есть вам например не нравится то что вы кушаете например яичницу а потом компот то есть нужно ну да некоторые так и делают что сначала покушают а компот потом через час но в столовке принято сразу первое второе и третье и брюхо так устроено что она там все раз расталкивает по своим этим сам коробочкам по ящичкам и все переваривается ладно дальше техника должна быть одна либо друга но раздельное питание есть вы правы когда взять картина написано мастихином то это воспринимается именно как техника и все эти наплывы и неровности на картине кажется естественными а мне наоборот я я очень редко видел прям действительно редко живопись написанную мастихином чтобы это было профессионально связано с видением некоторых художников ляпают 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 и вот я вижу что это просто ну не всегда уместно одинаковый вот этот мазок мастихинистый где-то хочется больше широты где-то легкости такое туда тляп ляп 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 но фактура ведь это же тоже носитель информации если она у тебя и на переднем плане на среднем и на дальнем и с такой же частотой это превращается просто в дилентантизм независимо от букв после имени слов после имени художника я имею ввиду много бывает букв ну я прозвание и все такое присоединение же двух техник получается что большая большая часть картины написано ровно где кистью холстом гладкий и вдруг там где мастихина появляются какие-то неровности ну и что ну а что у вас так смущает юзер и в ти меня например совершенно не смущает разные вещи у меня есть в доме шероховатый батареи например или телевизор монитор все совершенно разная материальность мне вы думаете что все должно быть гладкой что ли нет да на меня посмотрите например есть кожа у нее одна гладность потом ногти вдруг откуда-то не возьмись зубы опять же ну и волосы смотрите какая разнофактурность глаза все немного разные сильно разные и порой эти неровности они просто сводят с ума человека ну вот наплывы особенно и это уже воспринимается не как особенно особенности техники как какая-то небрежность автора режет глаза вот не мне мне не режет глаза неровности когда смотрю на женщину например неровности и различная материальность волосы например крашеные но если они в тон например вот или седину убивают ну чё ж теперь не краситься что ли седой ходить к клоками как я но я допускаю что вам режет глаз ладно дальше лично мое восприятие никому его не навязываю я тоже не надо но может кто-то со мной согласится конечно может напишите кто написал потому что бывает досадно когда картина написано хорошо общее впечатление хорошее но вот именно такое сочетание техник на картине начинает невольно подсознательно раздражать сколько много как много слов интересно и впечатление от картины портится но это все связано с вашим видением я опять же ни в мире не не осуждаю видение у нас у всех разное я уважаю например живопись фешина много раз об этом говорил и он называл свою живопись управляемый хаос представляете где-то гладко лицо например ну гладко же матери там прям пальцем а где там вот этот хаос мастихином в том числе то есть соединение гладкости лица и жесткости какой-то одежды или заднего плана с мастихином она вот меня лично очень сильно восхищает но опять же допускаю что в нашей палате есть люди как-то кого раздражает это ничего страшного все меняется сейчас например вы не любили кинзу а завтра полюбите все течет все изменяется ну вот на том и стоим друзья если вы согласны с юзером и в теле есть какая-то еще он новая точка зрения совсем но но поделитесь на этот счет прям право вопрос фактуры всегда очень интересен и и вы не забывайте друзья про отметки в журнале подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали я предлагаю вам посмотреть в тему еще одно кино сейчас называется неаккуратная живопись ну пока а